Миллиарды раздора. Брюссель устал от бесконечных переговоров с Лондоном и дал две недели на раздумья. Если Британия откажется заплатить за развод, в ЕС будут считать, что переговоры провалены. Чем это грозит и во сколько оценили расставание, расскажет Светлана Чернецкая о наш Субкор в Лондоне. Как минимум 60 миллиардов евро. В такую сумму Брюссель оценил уход Лондона из семьи. У Британии были финансовые обязательства перед Евросоюзом на долгие годы. И понятно, что ни одна из оставшихся 27 стран ЕС не собирается покрывать долги страны, решившие покинуть Союз. Лондон не готов выплачивать такую огромную сумму, но его прижали к стене. Из Брюсселя прозвучал ультиматум. Две недели на то, чтобы принять цену, иначе переговоры остановят. Я еще раз повторю, все сводится к одному согласованию цены, точно так же, как при любом разрыве. И это обязательные условия для достижения дальнейшего прогресса в переговорах. А пока нет решений ни по одному из ключевых вопросов. Кроме денег, это права граждан стран ЕС и граница между Ирландией и Северной Ирландией. Президент Европарламента Антонио Таяни уверяет, проблема не в Брюсселе, а в Лондоне. Точнее, в британской политической междоусобице. Против премьера плетется заговор с целью отставки. Правительство со скандалом лишилось двух министров за две недели. А Тереза Мэй пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Несмотря на тупиковую ситуацию в Брюсселе, она назвала официальную дату выхода Великобритании из ЕС. Это 29 марта 2019 года. Ну а сегодня премьер приняла в своей резиденции довольно непростых гостей. Это ведущие бизнесмены Европы. Они требуют ясности в вопросе Брексита. Многие компании уже разработали кризисные планы по переводу бизнеса из Британии в случае провала переговоров между Лондоном и Брюсселем. Бизнесу нужна стабильность. То, чего сейчас Соединенному Королевству явно не хватает. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.